Всем здарова, меня зовут Михаил Халецкий и вы смотрите новый выпуск рубрики Среда Философии. Как вы поняли по названию видео, в прошлом голосовании победил Николо Маккиавелли, и именно его книгу Государь мы будем сегодня обозревать. Про конфуция ролик тоже обязательно будет, но несколько позже. Как вы вероятно знаете, Николо Маккиавелли это итальянский мыслитель, философ и писатель, который жил в 15 веке. К тому же он был еще и политическим деятелем, и его политическая активность, как и умение анализировать события военного плана и политического в целом, позволили ему написать трактат, который и получил название Государь. Этот трактат был адресован одному из представителей рода Медичи, и в этом трактате, в самом конце его, спойлер-спойлер, уважаемый Николо Маккиавелли просит этого самого представителя рода Медичи обратить свое внимание на варваров, которые заполонили территорию тогдашней Италии. Ну, разумеется, это лишь последняя глава, которой, как мне кажется, все и подводится. Но вот подводочка к этой просьбе и представляет главный интерес в этой книге, к тому же и представляет ее главное содержание. О чем конкретно идет речь? Хо, да много о чем. По сути, Маккиавелли рассказывает, как именно должен вести себя Государь в различных ситуациях, как он должен взаимодействовать со своими военными, как он должен общаться и какие отношения у него должны быть с народом, какие отношения ему следует выстраивать со знатью. И при этом указания максимально четкие и строятся следующим образом. Для каждой главы, коих в этой книге больше 20, идет некая основная мысль. Эта мысль преподносится, как вот такая теоретическая выкладка, и она зачастую сопровождается внятными метафорами, максимально такими реалистичными и вкусными сравнениями. После чего Маккиавелли дает примеры из, как свежей, ну, для них, с точки зрения истории свежей, свежих реалий, и истории из более древних времен, как то из Древнего Рима, из греческих времен тоже, из Древней Греции, и вот эта комбинация из сначала предоставленной теоретической выкладки со своими, да, объяснениями и аргументами, плюс примеры, которые, как мне кажется, должны были повлиять на государя, как на того, кому конкретно эта книга была адресована, так и на всех остальных, они и дают хороший труд, который для человека, который хочет захватить государство, да, мне кажется, это было бы полезно. Но что же, да нас с вами, друзья, у нас нет государства, у нас нет территории, мы не собираемся захватывать другие страны. Что ж, как мне показалось, эта книга может дать хорошие, любопытные советы даже таким простым обывателям, как я, например. Отдельно я бы хотел выделить две рекомендации. Первая рекомендация. Неблагодарные дела нужно перекладывать на других, а благодарные брать на себя. И что это, как не еще одно напоминание о том, насколько важно делегировать свои обязанности и свои полномочия? Это ведь самая-самая такая мякотка, одна из самых сочных идей, которые сейчас витают в воздухе, в статьях, в книжках по саморазвитию и всему прочему, всяких там рекомендациях для бизнесменов, и не только. Всякий раз, когда вы натыкаетесь на дела, которые слишком сильно вытягивают из вас энергию, но при этом вы знаете, что вы можете кому-то еще их поручить, ну там фрилансерам, например, или кому-то из своих близких, ну разумеется, не в минус этим людям, но так их предложить, чтобы этим людям было интересно, им было полезно. Все такие дела нужно отдавать. Таким образом, Маккиавелли еще в 15 веке, ну может быть, в самом начале 16-го, сформулировал те рекомендации, которые сейчас продаются на каждом шагу в книгах 2016 года. По-моему, это просто удивительно. Ну и вторая рекомендация, или же напутствие, то, что приобретается с невероятными затратами сил, удерживать очень и очень легко. По-моему, это утверждение не только соответствует истине, но еще и позволяет смотивировать себя на еще большие свершения, и оно отражает реальность. Если хочешь чем-то ценным завладеть, тебе нужно много потрудиться, но при этом помни, что после этого удержать завоеванную славу, деньги и все прочее, скорее всего, тебе будет не так трудно. Ну а теперь я бы хотел оставить в стороне вот те утверждения, которые мне лично показались применимыми к нашим с вами современным реалиям, и попробовать озвучить ту мысль, которая мне понравилась не очень, но которая, насколько я понял, лежит в основе, в фундаменте философии Маккиавелли. Послушайте, пожалуйста. Важно быть милосердным, верным своим обещаниям, человечным, религиозным, чистосердечным, но в случае нужды и большой необходимости нужно быть готовым отказаться от этих вещей. И вы знаете, мне кажется, такое утверждение, оно не совсем правомерно для нас с вами. Мне кажется, это очень-очень важно, оставаться верным своим ценностям. Ну, у кого-то они будут отличаться от вот этих, но вы поняли месседж. Нужно оставаться верным своим ценностям и тем самым сохранить свою человечность, тем самым сохранить то, кто вы есть. Разумеется, если вы решили избрать себе карьерный путь в политике, скорее всего, вам будет очень сложно не последовать еще одному совету Маккиавелли и не быть лисой, хитрой, да, и при этом львом злым, готовым растерзать любого, кто покусится на вашу благость. Но при этом во всех остальных сферах почему бы не распространять семена чего-то доброго, вечного, приятного? Почему бы не придерживаться своих идеалов, не отказываться от них всякий раз, когда возникают определенные проблемы? Понятное дело, что те месседжи, которые доносил до своего, сначала одного, потом многих читателей Маккиавелли в средние века, они были цены для государя, одного или многих, потому что иначе было никак, потому что иначе его самого прирезали, и Маккиавелли так или иначе говорит об этом. Но сейчас, в 21 веке, давайте просто признаем, что есть другие ценности, и есть определенное благо в том, чтобы этим высоким гуманистическим ценностям соответствовать, и в том, чтобы их придерживаться. Мне кажется, это будет правильно. Да, и вы знаете, рассуждая о том, как много идей из книги «Государь» не соответствуют нашим с вами современным реалиям, кстати, сам Маккиавелли говорил, что нужно всегда подстраиваться под те времена, в которых вы оказались, я бы хотел порекомендовать вам книгу под названием «45 татуировок менеджера». Ее автор, Максим Комбат-Батырев, проработал достаточное количество лет на менеджерской должности, и, по сути, он пробыл тем самым государем. Ему приходилось управлять людьми, ему приходилось принимать непростые решения, и как результат своего опыта, накопленного за много лет работы, он выпустил книгу. Мне она показалась невероятно практически применимой, советы, которые в ней содержатся не просто какие-то там абстрактные рекомендации, а конкретные инструкции, каждая из которых достойна и достойна на просто своего применения в среде менеджерской. Неважно, вы начальник своего предприятия, или же вы наемный менеджер, или же вы там сейлс, или прожект-менеджер, неважно. Рекомендации из книги «45-й туровок менеджера» вам наверняка пригодятся. Тем более, что они сфокусированы на просто на отечественных реалиях. Это очень и очень полезно. Ну что ж, друзья, вот и все на сегодня. Закончен очередной выпуск рубрики «Среда философии». И, как и в прошлый раз, я бы хотел обратиться к вам с просьбой пожалуйста, проголосуйте в комментариях. Какого автора вы хотите, чтобы я обсудил в следующем выпуске, в следующую среду? Будет ли это Эммануэл Кант и его критика практического разума? Или же мы с вами будем обсуждать риторику Аристотеля? Для того, чтобы проголосовать, просто напишите в комментариях ровно одно имя. Либо напишите Кант К-А-Н-Т Эндер. Или же напишите Аристотель. Так я пойму, что вы хотите увидеть мой отзыв, мое обсуждение именно этого автора. Да, ну и Конфуция, как я уже и сказал, обязательно еще будет, но в будущем. Вот и все. Еще разочек, друзья. Большое спасибо, что посмотрели видеоролик. Получайте знания и делитесь ими. Всем пока. Конфуция.